Ну что, друзья, мы продолжаем играть. Это Братья по оружию, Адское шоссе. Продолжаем, это у нас уже как бы вторая официальная серия. Будем смотреть, что у нас такое. Первое, что я хотел бы узнать, у нас есть расчёт базуки, штурмовой отряд и расчёт... Да, видите, у нас два отряда с собой, прекрасно. И снова мельница, я попробую туда зайти, может быть, что-то полезное там есть. А тем временем... Ах, тихо-тихо-тихо. Надо попросить, чтобы ребята с нами перегруппировались. Пойдём посмотрим. Мы уже имели с вами дело с этими ветряками, мы уже залезали, смотрели, что там такое. Можно попробовать ещё разочек. Видите, у нас сейчас американская винтовка, у неё больше патронов в два раза. Там у немецкой 10 заряд, а здесь, как вы видите, уже 20. Поэтому посмотрим, друзья, что тут такое. Давайте проведём разведку местности. Да, картина, конечно, не очень впечатляющая, но тем не менее. Разве данные доступны? Нажмите X, чтобы прочитать. Вот наше тактическое такое меню. Значит, раньше в играх серии Brother in Arms была тактическая пауза. Но её убрали в этой серии, в этой части, поэтому приходится только вот таким вот видом довольствоваться. У нас здесь задачи, союзники. Вот, немецкий отряд, видите, штурмовое. Вот где мы находимся. Вот я на мельнице этой. Значит, три отряда. Будем смотреть. Я не знаю, тут, в принципе, неудобно стрелять, поэтому, мало ли. Я не буду тратить патроны. Если я сейчас постреляю, я просто-напросто привлеку внимание, которое нам абсолютно сейчас не к месту. Давайте попробуем занять более выгодные позиции. Чтобы не шуметь, я всё-таки предпочитаю передвигаться, видите, на карачках. Полусидя, полулёжа тихо. Заметили, а вроде бы как заметили. Я кинул туда гранату, не знаю, посмотрим. Ух, как... Гебеням его порвало просто. Да-да-да-да, вот. Давайте быстро расправимся. Тут, к сожалению, видите, такая ограда. Её могут разрушить. Вот в чём прикол. Поэтому долго здесь сидеть не получится. Надо как-то маневрировать. Не давать врагу, чтобы он сломал наше ограждение. Иначе будет очень плохо. Значит, у нас есть... Давайте попросим, чтобы наши ребята бомбили ту точку, где там засел этот немец. А эти пытаются отступать. Видите, занимают позицию. Пусть они стреляют, а я тем временем могу как раз обойти. Ах, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, не совсем тактично, но, по крайней мере, очень практично. Давайте пошлём их туда. Сейчас они обегут. Я надеюсь... Ну, ребят. В темпе, в темпе, в темпе. Видите, один наш уже лежит. Я надеюсь, вот они его выманили, и мы его убили. Давайте я прислонюсь, посмотрю, что там такое. Вот, это повешенная девушка, к сожалению. Видите, какие они твари. Поэтому будем с ними пожёстко. Можно было бы, конечно, кинуть туда гранату. Это бы значительно облегчило нам наши действия с вами. Всё. С этими мы расправились. Видите, у меня красный экран, поэтому надо какое-то время подождать, пока всё нормализуется. Пистолет и винтовка. Вот, я хочу забрать обратно немецкую винтовку. Несмотря на то, что здесь всего лишь 10 патронов, стреляет она всё-таки, на мой взгляд, получше. Ух, как жёстко. Давайте пошлём наших ребят сюда, пусть сидят. Делём позиции. Мне кажется, идеально будет кинуть туда гранату. Вот сюда. Идеально. Я посмотрю, друзья. И мы заодно сами посмотрим, давайте. Ух, хорошо. Хорошо пошла. Вот. И сразу прячемся, потому что убить здесь могут, как я уже говорил, очень и очень быстро. Вот так вот. Видите, в этих сериях как-то мы попроще уже стреляем. Не хочу, конечно, сглазить, но вроде бы что-то получше стало. Потому что я помню, немножко косило винтовка. Но, тем не менее. Видите, только-только похвалил. Ищ. Ох, бедняжка, аж подпрыгнул. Как хорошо-то. Вроде бы всё. Нет, ещё один есть. Пока что пользы никакой, видите, от наших нет. Но я могу попросить расчёт базуки, чтобы они расчистили здесь место, видите. Давай, стреляй, братюнь. Молодец. К сожалению, разрушаемость здесь практически никакая. Можно разрушать только определённые объекты. Вот. Значит, он там сидит. Поэтому давайте, знаете, как сделаем. У нас есть штурмовой отряд. Я попрошу, пусть они дают, делают подавляющий огонь. А я тем временем постараюсь оббежать этого фашиста. Зайти с тыла. Вот он, видите. Твари. Вот такая вот тактика. В принципе, незаурядная. И тем не менее, мы с вами нормально всё прошли. Здесь ещё есть фашисты. Айрон голублю. Так, вон там я вижу ещё две головы. Видите как, мы в одиночку зашли к ним с тыла. И, как говорится, всех повалили. Теперь я могу без проблем позвать расчёт базуки и штурмовой отряд. Они присоединятся к нам. Все лежат. Все лежат. Швайны. Что у нас здесь такое? Главное, войти во вкус. Если вы вошли во вкус, уже просто оторваться невозможно. Поначалу игрушка кажется не очень интересной. Может быть, даже сложной для кого-то. Но стоит только попробовать и уже не оторваться. Я не важно, говорю по-английски. Спасибо. Держите. Берите. Берите. Чёрт, гляди, как орел. Халявные сигары. Возьму парочку. И даже не слишком старые, чтобы курить. Они, наверное, ещё не понимают, что бой ещё не закончен. Поняли. Поэтому и благодарят нас, Фрэнки. Это небезопасно, Фрэнки. Да ладно тебе, Кориан. Это просто. Ты будешь в порядке, смотри на меня. Ты будешь в порядке. Сначный! Систь ли вам! Фрэнки, пара! Держись! Ну же, Фрэнки! Мы можем ему помочь! Тогда я даю приказ, выполняй его! Да, без сомнения. Те 9 секунд, что я облегчал его страдания, пока он не умер, огромная потеря. На это дерьмо у нас нет времени. Ну что, друзья, мы снова после такой очень эмоциональной заставки перешли непосредственно к игре. Проведите разведку в городе. Выполнили мы задание. Пройдите другой дорогой. Смотрите, у нас теперь штурмовой отряд и расчёт базуки по-прежнему. Во, штурмовики и базука. 3 и 3. Хорошо. Ух, давайте попробуем, что у нас здесь такое. Я посмотрю. Значит, у нас есть вон одна точка с немцами. И вторая, третья. О, как много! Как же их много! Значит, я не хочу посылать своих ребят на верную смерть, поэтому буду думать, что здесь предпринять. Самое логичное вынести сейчас эту точку. Вот. Этих мы вынесли и быстро-быстро перебегаем к этому забору. А здесь уже я могу позвать сюда ребят своих. Пока что можно предварительно самим расчистить всё это дело. Видите, пока что... А они автоматически, видите, прибежали. То есть у меня стоит команда, то есть они бегают всегда со мной. Давайте попросим расчёт базуки. Попробовать расчистить этот сарайчик. Давай, давай, давай! У-у-у-у-у, красавец! Красавец, однозначно! Молодец! Всё-таки, видите, удачно получилось. Немцы пытаются немножко отступать. И плюс под нашим подавляющим огнём ведут себя не очень нормально, как мне кажется. Я играл, помню, на Эксбоксе Значит, там на джойстике, конечно, есть автоприцеливание Оно помогает мне целиться немножко Но мышки, конечно, не сравнится вообще Я, помню, так психовал и мучился Когда пытался пройти Brother Arms Hell Heightway Это вообще просто жидко Ну, там один остался Давайте попросим Базука, конечно, мало что даст А нет, смотрите, разорвало его Бифштег со вкусом мяса Хорошо, смотрите, мы здесь зачистили Теперь я могу... А, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Да-да-да-да, ребята, молодцы, пусть стреляют Давайте пошлем их чуть поближе Значит, расчет Базуки пусть стоит здесь А штурмовики пошлем на противоположную сторону А сами будем сидеть с этой позиции И оценивать ситуацию, что можно предпринять Вот, отлично Можно попросить базучиков, чтобы они стрельнили Разрушили там препятствия Что-то такое Есть один такой момент Значит, базука будет стрелять только тогда, когда нет подавляющего огня со стороны противника Если подавляющий огонь, он просто не сможет ничего предпринять Поэтому вот такие вот дела, значит Пусть наши ребята стреляют Что это такое? Такой, черт, ВСБ Да, с расчлененкой в этой игре все в порядке Тут, конечно, руки, ноги, головы Тихо-тихо-тихо-тихо Смешного мало Потому что если убьют Здесь у нас система по контрольным точкам не очень приятная Ох, кажется, меня заметили Давайте кинем туда гранатку Посмотрим, как это все будет выглядеть Ох, походу нормально Походу дело хорошо даже Видите, враги здесь ни в коем случае не тупые То есть они пытаются как-то что-то делать Укрываться где надо Меня это тоже очень радует Что не просто какой-то тупой ЭТБС Есть нормальные ребята Можно что-то делать Это касается как и врагов, так и наших союзников Давайте позовем Видите, они здесь заняли позицию Пройдем, посмотрим Где наши базутчики? Расчет базуки будет очень кстати Так Пока что я не могу ничего использовать Давайте позовем Мне кажется, это говорит о том Что здесь просто идеально впишется граната Кинем между этими двумя их засадами И будет как раз красивый бум Тыщ! Вот получили швейна Как надо делать Американские солдаты не сдаются Так, вроде бы все зачистили Посмотрим, все здоровы, все живы Вроде бы все нормально Значит я могу обойти с этой стороны А пока мои ребята ввели подавляющий огонь Я мог бы здесь и обойти, конечно А, чёрт, 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 там наверху я не заметил Я не заметил, у нас с нами базука, видите, он как раз вовремя знает, где надо находиться Вон там тварь, видите, давайте попросим подорвать его к чёртовой матери Ух, пошла родимая Смотрите, как жахнуло Я надеюсь, что фашисту, который там сидел, как раз не поздоровилась Мы его точно отправили на тот свет Вот, кажется, я вошёл во вкус Ну вот, расчленёнка, конечно, жесть, друзья, жесть полнейшая Ну, приятное дополнение Я думаю, многим и хотелось бы попробовать поразрывать фашистов так Сосредоточить огонь на пулемёте! Сосредоточить огонь на пулемёте! А, ложись Вот, снова началась игра Я думаю, что лучше всего будет, конечно же, взять автомат Значит, видите, Бейкер решил пойти через здание, не знаю, что это такое Похоже на какой-то храм, церковь, церкушка Давайте будем аккуратно смотреть, что здесь такое Потому что, мало ли, что здесь стоит ожидать Вроде бы пока чисто Но все равно надо быть наготове Давайте посмотрим Ух, там кто-то есть Прошелся Значит, я думаю, что надо спрятаться здесь за этим столом Посмотреть Давайте кинем гранатку Нормально так разорвало Можно теперь пострелять Я не думаю, что будет актуально использовать Винтовку Можно попробовать именно с автомата Хотя Хотя, мало ли Что тут можно Еще предпринять Давайте все-таки с винтовочки Потому что она более точнее стреляет Вот так вот Молодец Деточка, ты меня очень выручаешь Несмотря на то, что у тебя немецкие корни Что здесь такое? Да, как говорится Так проблемней стрелять От бедра Не всегда получается хорошо Ух, ух, ух Видите, один вам выстрел И все Считайте Если бы я замешкался Уже был бы давно трупом Так Опа Есть Дело в том, что там еще один Которого я не видел Есть Такое дело Все Нормально вроде бы Давайте продвигаться Надо еще слышать Что тут, где Какое шебуршание происходит Потому что, мало ли С какой дырки вылезет очередной фашист Этого точно нельзя предугадать Так Вроде бы пока все спокойно Можно посмотреть Видите, пока что не видно Но я думаю, что там определенно Кто-то нас ждет Что здесь такое? А вон они укрылись Видите, красный кружок Говорит о том, что они там укрылись Давайте попробуем гранату туда кинуть Надо только Очень удачно Выбрать позицию Точку, куда мы будем еще кидать Эту гранату И видите, не совсем получается Не совсем получается Поэтому я выбираю обратно винтовку И попробую из укрытия С этим готово Сейчас заполнится красный кружок Вот, и он вылез Все, с этим и покончено Главное четко навестись Нормально стрельнуть И никаких проблем нету Что у нас здесь? Здесь пока что тихо Можно будет спуститься вниз Посмотреть, что там такое Какие у нас задания? Уничтожьте пулеметные точки Значит, в этом доме Где-то есть пулеметные точки Я пока что их не видел Но Думаю, что где-то Определенно они есть Тихо, тихо, тихо Видите, нельзя так вылазить То есть я что-то Неправильно сделал Лучше всегда Аккуратненько из-за укрытия Вести огонь Так быть намного лучше Ух, как жестко здесь Да, 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 да Вот такие вот дела Видите, он там находится Поэтому обратно выбираем Винтовку И будем смотреть Как его обезвредить Так, вот Там еще один рядом Я надеюсь, сейчас он вылезет Что-то особо Он не спешит вылазить Но Тихо, 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 тихо Заметил вроде бы как Заметил А, неудачный ракурс Поэтому давайте попробуем С другого окна посмотреть Не спешат фашисты вылазить Наверную смерть Но это в принципе и понятно Вон они стоят Давайте попробуем здесь зайти А, это было очень опасно Я не советую вам так поступать Но просто по-другому я Не мог сделать Я думаю, что это было правильно Такие, видите Неординарные меры По уничтожению Шутерок Видите, вот, кстати, одна была Один пулеметный расчет немецкий Мы только что уничтожили Значит, здесь должно быть два Вот один был здесь Прекрасно Посмотрим, где второй Здесь небольшие подгрузки Видите, между такими локациями А вот там еще один, кажется Ух, она он жестко шмалит Шмаусер Вот, эта пулеметная расчетка Уже уничтожена Давайте еще попробуем Вот сверху Все Вот такие вот дела Значит, здесь мы расправились Надо посмотреть Что тут еще Ах, уху-ху-ху Вылез Вылез на свою голову Здесь уже небезопасно Поэтому, видите, приходится все время в укрытии сидеть Можно пока перезарядиться И посмотреть, что там такое Оценить ситуацию Оценить обстановку И, судя по всему, это последний Да, давайте С ним расправимся Да, хорошо так поштевало, конечно, меня Ничего не скажешь Что у нас здесь такое? Ну, вроде бы, как все зачистили Теперь, судя по всему, можно возвращаться Все Вроде бы все Давайте посмотрим по заданию Нет, вроде бы как не все Хотя здесь, помните, был пулеметчик Вот он Я его снял Я не знаю, в чем проблема Давайте еще побегаем Посмотрим Что мы еще не сделали Возможно, где-нибудь Притаился еще один фашист Да, вроде бы как здесь мы еще не были Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!